Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 115. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием блаженного фифилакта с комментарием. Это наш трехтумник. Показать, как он издан. Это впервые за 2000 лет вышло в одном комплекте вместе с толкованием откровения по всем святым отцам. Впервые за 2000 лет. Ну и очень важно считаем, что нам удалось лучшего иллюстратора Библии Густава Доре, это уже 190 лет примерно, с лишним даже, раскрасить. И ни одного штриха у него там мы никуда не дели, не трогали. Так что пускай некоторые не переживают. Никакого плагиата здесь нет. Во славу Божию. Итак, Евреям 9.2. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое толкование. Называют эту первой именно по отношению к святам и святых, которое было в середине. Перед ней же находился медный жертвенник, жертвенник для всесожжений, поставленный под открытым небом. Затем, если приподнимали завесу, вернее покрывало исход 49, то она являлась серединой, в которой был светильник и трапеза, предложение хлебов. За второй же завесой была скиния, называемая святое святых. Видишь ли, что была первая завеса, которую списание называет покрывалом, так как оно свертывалось и стягивалось. Эта завеса отделяла двор, в который входили все вообще, на котором и приносили жертвы на медном жертвеннике от скинии, которая доступна была священникам, ежедневно совершавшим службы. Далее, как бы прошел ты эту завесу, была еще другая завеса, из-за ней скиния, глаголимая святая святых, в которую никто другой не входил, кроме одного только первосвященника. Но и он однажды в год. Везде же он все называет скинией, потому что в ней обитает Бог. Евреям 9.4 Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезла аронов, расцветшей и скрижали завета. Толкование. Ковчег завета называется так, потому что в нем находилась скрижали, содержащая закон. Исход 40.20 Все эти вещи служили памятниками иудейской неблагодарности. Неблагодарности и окончания заглатываешь. Золотой сосуд с манною, воспоминания того, что они, питаясь его чудесным образом, возраптали. Исход 16.3.10 И чтобы потомки помнили как о Божьем благоволении, так и об озлоблении их. Жезла аронов, воспоминания возмущения бывшего против него. Числа глава 17. Скрижали завета в память того, что они сокрушили первые своим идолослужения. Ты спросишь, каким образом в книге царств написано, что в ковчеге ничего не было другого, кроме скрижалей. Апостол же теперь утверждает, что в нем были положены и золотой сосуд, и же золоронов. Так как он наилучшим образом был воспитан Гамалиилом, деяние 22.3, в еврействе, то он, вероятно, заимствовал это из преданий. Ибо и ныне париесествующие евреи соглашаются, что это было так. Однако не сначала, но при Иеремии, когда было необходимым сокрывать ковчег, тогда, говорят, вероятно, и были сложены в ковчег и эти вещи. Евреям 9.5 А над ним херувимы славы, осеняющие очистилища, о чем мне нужно теперь говорить подробно, толкование. То есть над ковчегом, херувимы славы, исход 25.18.20. Славные или подчиненные Богу, но служившие для славы Его. И это выставляет на рочито с той целью, чтобы показать превосходство того, что у нас. А чистилищем называл крышку ковчега. Как ты более точно узнаешь об этом из самого Писания. И приличаемый словами некоторых, не подумай, что это что-нибудь иное. Конечно, Он этим оказал на Христа, который сделался и умилостивлением за наши грехи. Запечатлел все, что было в Ветхом Завете. И утвердил. Здесь показывает, что все это было не только видимое, но и служило знаком чего-то другого. И изъяснение, чего требует слишком много времени. Евреям 9.6. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения. Толкование. Хотя это и было, говорит, но иудеи не участвовали в этом. Так как завеса удерживала их. Это сохранялось для нас. Для кого оно было прообразом. Евреям 9.7. А вторую, однажды в год, один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя из-за грехи невидения народа. Толкование. Видишь ли, самые прообразы. Здесь уже предложено. Дабы не сказали, жертва Христова была принесена однажды, каким же образом она освятила всех. Показывает, что так было издревле. Ибо и святейшая и страшная жертва в Ветхом Завете была приносима первосвященникам однажды. После того, как назвал крест жертвой, и без огня, без дров, и нечасто приносимой, показывает, что ветхозаветная жертва была такова, ибо однажды приносилась кровью. Некоторые спрашивали, каким образом в книге Исход написано. Дакадит над золотым жертвенником, который, очевидно, находился во святая святых. Дакадит Аарон Фимиамом, сложенным благовонным рано. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда приготовляет лампады, будет курить им. Исход 30.7.8. Так что каждый день дважды входил первосвященник во святая святых, с тем, чтобы ходить над тем местом, где находился золотой жертвенник. Прочитай слово жертвенник, четко ясно. Жертвенник. То ли все равно тебе, или что? Я не уж не говорю столько слов, окончание прям заглатываешь. Итак, как апостол, говорив здесь, что этот первосвященник входил однажды в год, и решает, что однажды в год первосвященник входил с кровью, с Фимиамом дважды в день. Однако ты знаешь, что они напрасно сомневались и по неведению. Не в золотой кадильнице Аарон ходил Фимиамом дважды в день, но над золотым жертвенником. Последний же находился не в святая святых, но в средней скинии. В ней же светильник и трапеза. Тогда как в золотой кадильнице он ходил во святая святых действительно однажды в год. Ибо иной кадильница, и иной жертвенник. Я указал на это недоумение для того, чтобы читающий эти слова, услышав о сомнении других, не был введен в заблуждение, подумав, что оно здраво. И снова за себя. Первосвященник законы говорит, приносил жертвы за себя, а Христос не за себя, ибо он не был причастен грешникам. Повсюду тем и этим совершенное различие. Сказал за грехи неведения, а не за прегрешения, чтобы тем привести в больше страх и древних иудеев, и всех, и смирить гордость. Ибо если ты не согрешил добровольно, ты согрешил невольно и по неведению, и от этого никто не свободен. Некоторые утверждали, что сказал, так показывая и здесь различие между жертвой Христа и жертвами законными. По закону жертвы прощали прегрешение по неведению. Жертва же Христова прощает даже и сознательные грехи. Евреям 9.8 Сим, Дух Святой показывает, что еще не открыт путь в Освятилище, доколе стоит прежнее скиния, толкование. Наконец, начинает более возвышенно рассматривать то, что касается скиний. И говорит, что так как святое святых, как образ неба, было недоступно для прочих священников, между тем первая скиния, то есть первая, находящаяся прямо далее за медным жертвенником, всегда была доступна им, будучи символом законного служения, то этим символически обозначалось, что до тех пор, пока стоит скиния это, то есть пока имеет силу закон, и по закону совершаются служения законные, недоступен путь святых, то есть вступление на небо, для совершающих такие служения. Для них он не только не открыт, но и заперт. Одному же только единому, первосвященнику Христу, был уготован этот путь. Евреям 9.9 Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего. Толкование. Что сказал выше, то теперь утверждает апостол, именно, что та скиния, в которую всегда входили священники, была притчей, то есть образом и сенью времени, настоящего по закону, времени перед предшествием Христа. В это время приносятся такие жертвы, и настолько немощные, что не могут совести, то есть по внутреннему человеку, усовершить приносящих их. Они очищали телесные скверны, но не душевные пригрешения. Они не могли очистить ни прелюбодеяния, ни убийства, ни святотатства. Евреям 9.10 И которые с яствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Толкование. Они, говорит, установлены были только для людей того времени и соединены с наставлениями о брашных и питьях. Это, говорит, ешь, а этого не ешь. Почему сказал питьями? Ведь закон ничего не говорил о различиях в питьях. Он говорит это или о священнике, что он не должен пить вина, когда намерен войти в освятилище, или относительно давших обеты, то есть обещания о воздержании от вина, как, например, Назареи, или сказал это просто с целью обесценить и унизить эти постановления. Омовения были различны. Если бы кто-нибудь прикоснулся к мертвецу или прокаженному, если бы кто страдал истечением семени, то он омывался и таким образом, казалось, очищался. Оправдание плоти – это именно заповеди плотские, очищающие плоть и плотские, оправдывающие тех, которые считались нечистыми по плоти. Однако они не до конца были установлены, но до времени исправления, то есть до пришествия Христа, имевшего все исправить и ввести истинное и духовное богослужение. А так как закон был тяжким игом, то, вероятно, потому и сказал, установлено, как и в Деяниях написано, «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, ига, которого не могли понести ни отцы ваши наши, ни мы?» Деяние 15.10. Евреям 9.10. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшей скинею нерукотворенную, то есть не такового устроения, толкование, ветхозаветное, говорит, богослужение не приводило на небо. Христос же, придя однажды, вошел, восвятаясь, ибо туда обращается мысль. Не сказал, сделавшись первосвященником, но первосвященник, придя, то есть придя на это самое дело, не прежде пришел, потом, когда случилось так, сделался первосвященником, но целью его пришествия на землю было первосвященство. Не сказал первосвященник, жертвоприношений, но будущих благ. Так как слово бессильно представить все в точности, то просто и неопределенно назвал благами то, что сделано для нас. Грядущие мы же назвали эти блага, как бы по отношению ко времени закона, ибо как в то время назвал настоящим, так Христова называют грядущим. Как бы в сравнении с тем, или так же в сравнении с тайнами, имеющими открыться нам в будущем веке. Здесь он разумеет плоть. Она большая скиния, потому что в ней обитает и Бог, Слово, и вся сила Духа. Ибо не меры дает Бог Духа. Иоанна 3.34 Будучи совершенной скинией, она и совершает большие дела. Здесь нападают еретики, говоря, что тело небесное и эфирное. Однако, если бы апостол считал его тело небесным и эфирным, так как бы сказал, что оно не такого устроения. Ибо небо не исключается из числа творений. Итак, что обозначают его слова? С одной стороны, то, что ветхозаветную скинию устроили руки художника Веселеила и его сотрудников. Исход 31.26 Скинию же Бога Слово изобразовал Дух. Вот почему сказал, что она не такового устроения. То есть не из тех, не из этих тварей. Но что она духовна и божественна. Ибо ни одна из тварей не имеет в себе самой Бога Слово по естеству. Та же по естеству соединилась с Ним. Итак, по веществу тело Господа было подобно нашему и одного существа с нами. Как образовано из чистых кровей Пресвятой Девы. По образу шоссоединения оно выше нас. Потому что по естеству было соединено с Богом Слово. Так как из веществом для ветхозаветной скини служили дерева и кожа, золото и серебро, медь и некоторые ткани. То обращая взоры к этим предметам, апостол сказал, что скиния-то не такового устроения. Какое нужно было для ветхозаветной скинии. Вообще, говорит, сравнительно и показывает превосходство Христова. Тело Господа называют и скинией, как здесь, в силу того, что единородный пребывал в ней. И завесы, потому что скрывала божественность. Называет и небо теми же самыми именами. Скинией, потому что там находится первосвященник. Завесы, евреям 10.20, потому что ею ограждаются святые. Евреям 9.12 И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление. Толкование. Вот, все изменилось. И настолько, насколько кровь Господа превосходит кровь животных, с которой выходил первосвященник закона. Однажды вошел в освятилище. То есть на небо. И приобрел вечное искупление. Не временное очищение, как те, но вечное освобождение душ от грехов. Или что однажды вошедший через один вход совершил для нас вечное благодеяние. Обрати же внимание и на выражение приобрел. Это выражение потребляется так, как будто дело произошло сверхожидание. Ибо освобождение было для нас сомнительно. Но он приобрел его. Евреям 9.13 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через закрапления освещают оскверненных, дабы чисто было тело. Толкование. Так как, быть может, многим показалось невероятным, что через единую жертву и кровь одного даруется вечное искупление, то подтверждает это и показывает вероятность всего на основании верования самих иудеев. Если, говорит, вы веруете, что окропляясь кровью козлов, а также пеплом, смешанным с водой, ибо пепел сберегали для очищения, то как же кровь Христа не очистит душ? Обрати внимание на его мудрость. Не сказал, что кровь козлов очищала, но освещала. Не для прославления закона, но для исполнения того, чего он желает. Ибо если, как вы веруете, кровь козлов даровала освещение, то вы должны гораздо более веровать в то, что кровь Христа дарует освещение. А что он сказал, это не для того, чтобы возвысить верование иудееву. То смотри, как он прибавил, дабы чисто было тело, ибо освещение было для очищения не душ, а плоти. Евреим 9.14 То коль мне пащик кровь Христа, который духом святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Толкование Не архиерей какой-нибудь принес жертву Христа, но он сам себя самого, и не при посредстве огня, как телиц, но духом вечным, почему и увековечил и благодать, и искупление. И непорочного, то есть безгрешного. Ибо и в Ветхом Завете требовалось, чтобы телица была без порока. Хотя там и сказал, освещает, но прибавил. Дабы чисто было тело. Здесь же выражением очистит, он прямо показал превосходство. Ибо присовокупляет, что очистит совесть, то есть внутреннего человека. Чего там не было. Правда и там, прикоснувшись к мертвецу после принесения жертвы, очищался. Но здесь очищение от мертвых дел. Поистине могущих осквернить и отвратить от Бога. Отсюда причастны мертвым делам не служат Богу живому и истинному, но боготворит избранные им дела. Таким образом, чревоугодник боготворит чрево. Таким образом, корыстолюбец является идолослужителем. Итак, дела такого рода мертвы не потому только, что они чужды вечной жизни, но и потому, что они во время самого совершения их являются мерзкими и ложными. Так как прелещают нас, и хотя кажутся приятными, но в действительности не таковы. Евреям 9.15 И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное толкование. Очевидно, смерть Христа смущала многих из более немощных. Если он умер, говорят, то каким образом он даст то, что обещал? Теперь Павел, устраняя это смущение, показывает, что именно в силу того, что он умер, Завет его является твердым, ибо не говорит о Завете живых. Ради его, ради этого говорит, ради того, чтобы очистить нас, он умер и в Завете оставил нам отпущение грехов и вкушение отеческих благ, став ходатаем между Отцом и нами. Отец не хотел оставить нам наследство. Он разгневался на нас, как на сыновей, отступивших от Него и сделавшихся чуждыми. Поэтому Христос стал ходатаем и умолил Его. Каким же образом? То, чему должны были подвернуться мы, ибо нам должно было умереть. Он Сам подъял за нас и сделал нас достойным из Завета. И Сыновец снова утвердился смертью Сына. Так как этот Завет доставил наследие недостойным. Ибо и Завет, одних считает наследниками. Слушай, Завет Христа. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Иоанна 17, 24. Других же, лишенными наследия, не о них же только молю, но и о верующих в меня, по слову их. Иоанна 17, 24. Завет имеет свидетелей. Свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Иоанна 8, 18. И утешитель будет свидетельствовать о мне. И вы будете свидетельствовать. Иоанна 15, 26, 27. Видишь ли, что смерть Христа была ради нашего искупления? Посему, как же ты думаешь, что она немощна, когда она настолько могущественна, что исцелила от преступления, бывшие в законе? Итак, зачем ты обращаешься к закону настолько немощному, что он не в состоянии был исправить преступления, бывших в нем? Не потому, что был дурным, но потому, что был немощен. Если бы смерть Христа не освободила нас от грехов, которыми мы вооружили против себя Отца, то как бы мы получили бы небесное наследие? Выражение «призванные» обозначает, что вначале Бог был расположен к нам, как Отец к сыновьям, и мы были призваны к наследию, впоследствии же грехами. Мы сами себя сделали недостойными этого наследия. Евреям 9, 16. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Толкование. Итак, да не смущает вас смерть Христа. Ибо если бы он не умер, то не установил бы завета, чтобы мы были наследниками. Ибо несомненно, что завет после смерти получает силу, и мы совсем были бы недостойны наследия, так как не было бы разрушена вражда. Не была бы. Не была бы. Евреям 9, 17. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Толкование, читай, понимай это в виде вопроса. Евреям 9, 18. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Толкование. То, что говорил, он доказал не одним только общим обыкновением, но и событиями Ветхого Завета, что еще более убеждало евреев. Почему, говорит, то есть, так как необходимо, чтобы смерть предшествовала завету, то поэтому первый завет был утвержден не без крови. Кровь – символ смерти. Но там кровь Агнца, ибо Ветхий Завет был образом. Здесь же, когда воссияла истина, Сын Божий плоти умер за нас. Что же значит «был утвержден», то есть стал действительным? Ибо никаким другим образом он не получал бы начала действия, если бы не предшествовало излияние крови. Евреям 9, 19. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую и исопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ. Толкование. По закону, то есть как Бог законоположил, чтобы заповеди его были объявляемы вслух всему народу, или все заповеди по закону, то есть что было положено законом, почему же были окропляемы книги и люди? Или потому что издревле предызображалась честная кровь, в коей окропляемся мы и сердца наши? Ибо сердца суть книги. Как выше он сказал «ложу законы мои в мысли их», Еврея 8, 10. Вода – символ крещения. Здесь берутся кровь и вода. Быть может, для обозначения того, что из ребра Господа истекли кровь и вода. Быть может, и потому что крещение символом, какой его служит вода, возвещает смерть Господню, знак которой – кровь. Исоп же употребляется, как вещество сгущающее, по причине его плотности. Для подобной же цели служила и шерсть. Или так как Христос – Агнес, поэтому и шерсть червленая, чтобы по цвету она имела образ крови. Евреям 9, 20. Говоря, что кровь завета, которую заповедовал вам Бог, толкование. Христос же говорит, «Сие есть кровь нового завета, в оставление грехов». Матфея 26, 28. Там и не новый завет, и не оставление грехов. Посему видишь ли, что кровь он назвал заветом. Так что необходимо разуметь смерть, где говорится о завете. Евреям 9, 21. «Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные». Полкование. «И это было прообразом, ибо скини – это мы, согласно следующим словам, вселюсь в них и буду ходить в них». 2 Коринфянам 6, 16. «Мы и сосуды в Большом Доме Божием. Одни золотые, другие серебряные». 2 Тимофея 2, 20. «Итак, мы были окроплены истинной кровью Христа и освящены, будучи крещены в смерть Его». Евреям 9, 22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Так, Ваня. «Для чего прибавил отнюдь?» «Для того, что там не было несовершенного очищения и несовершенного отпущения грехов. Ибо как это возможно, когда грехи не отпускались?» Евреям 9, 23. «Итак, образы небесного должны были очищаться ими». «Сими». «Сими». «Самое же небесное лучшими всех жертвами». Толкование. «Небесными» называют то, что у нас, что касается церкви. Выше сказано, в каком смысле церковь – небо. Посему образами и прообразами наших священнодействий было то, что потреблялось у иудеев. Поэтому и очищались кровью козлов и пеплом телицей, и прочими столь же незначительными вещами. «Самое же небесное подразумевается то, что принадлежит церкви – нам. Так как наши лучше иудейских и лучше настолько, насколько небо лучше земли, и действительно, им обещаны земные блага, а наше наследство – небо, то по всей справедливости наши священнодействия достойны лучшей и более величественной жертвы. Крови Сына Божия, очищающей нас более совершенно. Таким образом, смерть Христа произошла не только для утверждения завета, но и для совершения истинного очищения, очищения души. О благодеяниях же смерти он напоминает потому, что многим она казалась бесчестной, и особенно крестная смерть. Евреям 9,24 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Полкование Иудеи очень превозносились своим храмом, ибо нигде на земле не было такого храма, ни по красоте, ни по великолепию. Так как Иудеи увлекались телесным, то Бог повелел соорудить его великолепнейшим образом, поэтому к нему приходили даже с концов земли. Деяние 2,5,10 Что же делает Павел? Как поступил он по отношению к жертвам и неспровергах, противопоставив им смерть Христа? Так и теперь, противопоставив храму неба, показывает различия. Прочие архиереи входили в рукотворенное святилище, которое было устроено по образу истинного, то есть было образом неба, ибо оно было истинное святилище. Христос же вошел в самое небо, хотя все наполняет и везде присутствует, но Павел говорит это в отношении к человеческой сущности. Различия же показывают не только для этого, но и чтобы показать, что наш первосвященник ближе к Богу. Ибо ветхозаветные первосвященники видели Бога через символы. Христос же созрицает самого Бога, явившись перед лицом Божиим. И это сказано по снисхождению Его, по Его человеческой природе. Что значит за нас? Вошел, говорит, с жертвой, могущей умилостивить Отца, а также примирить нас с ангелами, ибо и те враждебно относились к нам, как к врагам Господа их. Всего ныне является за нас. Ныне обозначает, что Он вошел так, как первосвященник, ибо вошел ради нашего примирения. Все. Номер по-насмире, по-насмирям, по-насмирям, по-навим.